Алиса, включи мою музыку. Включаю ваши любимые. Алиса, мне подарили собаку. Здорово. А какой породы? Алиса, как отмойте мой? Попробуйте использовать жидкое молоко. Алиса, как поесть эти невелости? Когда ты влюблён, сердце танцует радостный танец. Алиса в новой станции Light 2. Машина, да? Ребята, всем привет! Аня, скажи привет! Ручкой машет. Привет, ребята! Сегодня, по-моему, 10 августа. Вчера я словила какую-то инфекцию. Возможно, кишечную палочку. Да-да-да. Представляете? Не знаю, что я съела, но я ем всё подряд без разбора. Постоянно питаюсь доставкой. Ну, часто. Там жжу чипсы, снеки, сыр, косичка. Ну, короче. Причём всё это делаю и понимаю, что мне вот вообще не нравится то, как я живу, ну, то есть то, как я питаюсь. Мне это вообще не нравится. Я всё больше задумываюсь о том, что хочу какого-то повара. Кстати, царские гамашки. Просто потому, что мне неохота самой постоянно готовить, готовить, готовить. А это приходится делать постоянно, много. И мне так хочется тратить своё время на что-то другое. Просто. Потому что меня бесит, типа, то, что жизнь проходит мимо меня. Мои желания проходят мимо меня. И никак не могу сделать свои какие-то хотелки, свои какие-то дела, потому что я постоянно в уборке, в готовке. Вива, пошли. Аня уже нервничает. Так что вчера я полдня провела в той самой комнате. Похудела на 2 килограмма. У меня был такой запрос в космос, если честно. Я ещё вчера весь день спала. У меня жутко болела голова, потому что я весь день спала. Вот. Принимаю теперь всякие лекарства и в этот день. Пью всякие таблетки, лекарства теперь. Всё подряд. Просто трэш. Просто трэш. Поэтому сейчас я сижу на строгой диете. Ем только сухари, бульон. Мама вчера приезжала, аж с дачи, чтобы поухаживать за мной. Слава, конечно, тоже ухаживал. Всё равно мама — это мама. О чём речь? Вот. Она сделала мне хлебушек в духовке, чтобы он стал сухариком. Вива, иди сюда быстро. Пошли. Вот. Я этим питаюсь. Этим и супчиком. Идём на площадку. Качать Анютку. Взяли с собой кучу принадлежностей для песочницы. Так, ребята. Если вдруг вы пропустили каким-то образом и не посмотрели у меня на Рутюбе новенькую реакцию на маму 16, то бегом все смотрите, видите. Только что сняли, реакция получилась просто как всегда. Идеальная, идеальная, офигенная, ржачная. Мало того, я даже заплакала. Там был такой момент. Впервые я растрогалась именно из-за отношений определённого человека и главной героини. Вот, узнаете, когда посмотрите, кто меня так растрогал, какая ситуация. Я прям не ожидала от себя, естественно, таких чувств. Но я думаю, что вам понравится, потому что ржака там, как всегда. Мы со Славой там такое рассказали. Даже пообсуждали, готовы ли были бы мы просить измену. А это такой насущный вопрос. И я думаю, вас очень удивит наш ответ. Поэтому даже ради этого стоит побежать посмотреть. Я вам ставлю нарезочку и оставляю ссылку в описании к видео на новенькую реакцию, которая у меня вышла эксклюзивно на Рутюбе. Также там у меня выходят влоги, поэтому не пропустите и смотрите нарезку. Изменила, но ты меня так любишь, что готов простить. Я бы не хотела, чтобы Анютка с наследой летела. Ты меня правда любишь и не будешь пить пиво. Думаю, не в такие дети красивые ронят. Думайте, вот этим тут что-то у нас там есть. Это ты имеешь в виду мозги? Ну да. Типа серое вещество, например? Серое оно, я думала, но розовое, с блестками. Я начала читать книги. Ничего себе. Это все лапша. Не надо. Ты не то, бородатый, колючий. Как она там? Было, было, что говорить, что, что, было, как, ну как она, ну? А что на эти деньги, в общем, планируют ребенка поднимать? Ты давай там не больнусь, не больна Вася. Ни за что, не годный вообще. Работать не может, предложение нормально сделать не может. Кольцо купить не может, а что, пожарить ему? Мясо, ну мясо. Как можно быть таким тупым и не понимать элементарные вещи? Ладно, пойду валяться в телефоне и пиво пить. Нюточка сидим в песочнице. Я взяла все наши прелести. Сюда. У нас тут три лапапи. Две грабли. Одна грабля. Куча фигурок. Два. Кстати говоря, горшочка. Вот вам Анюту показываю. Вот так вот мы сидим. Веланю на эту штуку, но придерживаюсь, чтобы она не свалилась. Хотя можно, конечно, песок, но если честно, песок вообще прям мокрый. Дождь, наверное, опять был. Что, нельзя мне играть с тобой? Сама будешь играть еще? А еще нарядила Анюту в новые белые башмаки, в новые штаны. Они, правда, великие, это 92 размер. Вообще 86 она носит, потому что она сама 80, то и побольше уже даже. Поэтому одежду она носит 86. Но я уже 92 беру, потому что 92 это такой оверсайз для нее, допустимый. В котором ей даже еще более комфортно, наверное, уже сейчас. Так вот быстро растет, Анюточка. Не знаю, сколько она весит, кстати, бы замерить. Мне кажется, уже килограмм 13-14. Сколько у тебя лопат? Почему ты всех крабиков маме волнуешься? Вива, иди сюда. Не ходи туда. Не пугай девочку. Просто девочка на площадке и не боится. Вива постоянно туда к ним идет, 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 идет. Я уже устала. И говорит, не ходи туда. Девочке нравится с людьми общаться. Короче, мне посоветовали офигенное приложение. Swipe Vibe называется. Вот так вот оно выглядит. И оно платное. Я просто почему делюсь? Потому что для меня это просто такое спасение оказалось. Я благодаря этому приложению уже, знаете, сколько удалила. Короче, вчера смотрела, типа, гигов 40 я уже удалила. Вива, иди сюда. Уже гигов 40, наверное, удалила фотографии и видео. В чем его удобность? В том, что тут все разделено на месяца и года. Так, короче, классное приложение. Я просто вообще в восторге. Спасибо девочке, которая посоветовала. А! Что-то по ушам не оползет. Короче, смысл в том, что вот у тебя есть фотки. И ты, если хочешь сохранить, ты, типа, свайпаешь. Ну, короче, в одну сторону. А если хочешь удалить, то в другую. Вернуть это, нажать. И можно просто кнопку нажимать. И вот так вот ты листаешь, листаешь. И пока не дойдешь до самого конца месяца, типа, март 24, вот, например. И когда ты доходишь до самого конца, он тебе еще раз показывает твой выбор. Уже как галерею. И ты можешь, ну, еще раз убедиться, готов ты это удалять или нет. И когда ты нажимаешь, Аня, что ты творишь? И когда ты нажимаешь, что ты готов удалить, на. То ты, как бы, удаляешь. И эти фотки из твоей галереи перемещаются в, ну, недавно удаленные, как обычно. И ты все равно еще, как бы, их можешь восстановить, если вдруг сомневаешься. Ну, короче, в чем суть? Что таким образом ты быстро можешь отсмотреть каждую фотку. И я просто поделилась этим тоже в Телеграм, насколько это удобное приложение. Кто-то написал, типа, ой, да подумаешь, я, когда обычно удаляю, всего лишь дополнительное одно движение делаю. Но лично для меня это не одно дополнительное движение. Это же надо каждую фотку просмотреть. Раньше я как чистила. Фотку открываю, лайкаю, если нравится, дальше листаю, потом какую-то опять лайкаю, потом выхожу в главное меню и все... О, боже мой. И все, которые мне не понравились, я не лайкнула, я их удаляю. Аня, тут пчелы тусят, просто отсюда. Короче, приложение бомба, потому что у меня забито в телефоне... Песок не ест. Не ест. Меня постоянно спрашивают, есть ли Аня песок. Она в целом не ест песок, но она может вот так вот попробовать. Что такое? Вик, ты меня нападала. Ань, песочек мы не кушаем. Давай, собирай сюда быстренько. Собирай до конца, чтобы полный был. Короче, у меня было занято на телефоне из терабайта... Было занято 900 гигов. Сейчас используется 786. То есть я довольно-таки много удалила, и у меня еще много впереди. У меня цель сделать так, чтобы было занято на телефоне всего 400 гигов. Таким образом я довольно-таки легко смогу перенести наконец-таки все на новый 15-й айфон, потому что я до сих пор пользуюсь 14-м. Мало того, он у меня весь разбитый. И, ну, это вообще треш. А все потому, что я просто реально... Ну, у меня, во-первых, нет времени переносить все. Через комп у меня не получается. Потому что у меня просто выключается приложение айфото, потому что у меня очень большое количество фотографий, видео. Ну, то есть где-то 700-800 гигов у меня было только фото и видео. Поэтому у меня ничего не получалось. Погода разгулялась. Я уже ни черта не понимаю в этой погоде. То холодрыг и дождь, то жарище. Мы уже идем домой. Наигрались в песочнице. К нам пришла та девочка, которая боялась вилу. Короче, просила, чтобы я ей сделала куличики, перевернула. Я ей делаю. Потом, короче, с Анюткой занимаюсь все-таки. Аня мой ребенок в первую очередь. Ну, я ей просто помогла, девочки. Как бы все ок. Мой ребенок у меня в приоритете, понятное дело. Но, как бы, девочку тоже не обделила своим вниманием. Хотя там сидела ее мама, в которой это неинтересно все было. Ну, короче. Потом эта девочка немножко начала бордеть. Ну, типа, я с Аней сижу, занимаюсь. Потом мы с Аней пошли там на горочку. Аня лазит. Мне надо ее держать, потому что она еще маленькая, может упасть. Ну, понятно, девочка маленькая, ничего не понимает. Короче. Такая, вот, типа, иди ко мне. Иди со мной играй. Я говорю, я со своей дочкой играю. Думаю, ты че? Ну, нет, все понятно, что она просто малышка. Но, блин. Если бы так кто-то с моим ребенком игрался, я бы в это время сидела, отдыхала, мне бы стало немножко грустно, наверное. Грустно в том, что, типа, че, я не могу удивить время своему ребенку. Не, ну, она, конечно, устала. Стопудова устала. У нее там была коляска с еще ребенком. Поэтому не осуждаю. Все, мы приехали. Аня сейчас будет куршить пускать. Да? Анюня, Анюня. Аня такая лапочка. Не надо руки грязные в рот. Гуси-гуси. Гуси-гуси. Га-га-га. Все в песке. Мама, дорогая. Ну и что? Я вот подумала, блин, красивые вещи они мне покупают для того, чтобы она мне воображала ее. А то, как и не поносим нигде. Несу ей грязные руки в рот. А я не знаю, что будет делать. Аня, не надо. Вместе с Владом Ахилом. Пока Аня спит, я решила помыть швы. Я уже помыла в туалете довольно-таки долго это делала. Вообще, это довольно-таки сложная задача. Аня. 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 Продолжение следует... 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 И, если я не ошибаюсь, вспомню, как она называется Тайная опора, короче Это её книга То ли она детский психолог То ли, я не знаю, что, я не углублялась Ну, короче, мне понравилось, что она сказала Её мысли мне и с ним Она сказала, вот это вот можно убрать Уже классную футболку 80-го размера Из которой Аня выросла Она сказала, что Так, меня отвлекли Короче Смысл в том, чтобы обезопасить свой дом Максимально Убрать химию, убрать лекарства Максимально высоко Уксус Короче, вот это самое главное Это просто самое главное, самое первое Что вы должны сделать для своего ребёнка Если ребёнок упадёт Где-то ударится Это, ну да, неприятно, но не так страшно Как если он, не дай бог, сожрёт какую-то химию Какие-то там, не знаю, посудомоечные таблетки Ну, сами представляете, какой ужас Либо лекарства Ну, то есть, вот что на самом деле страшно Да, дома, если ты не уследил за ребёнком А всё остальное Ну, просто неприятная ситуация Которая может произойти Если ребёнок упадёт Ударится Всё И как только ты, как бы, обезопасил свой дом Уже, по сути, можно спокойно оставлять ребёнка Куда-то идти Так что, девочки Я всё равно считаю, что становится легче Чем ребёнок старше Хоть и появляются свои какие-то трудности Но и то, что трудности какие-то и появляются Но и то, благодаря чему становится легче и проще Тоже есть такой момент Так, я решила всё-таки убрать футболки 80-го размера Потому что, ну, реально уже Я их когда-нибудь надеваю Уже не классно Это так быстро как будто происходит Ой, это вообще 74-й Ну, я и недавно надевала Она такая оверсайдная Смотрите Классная футболка Как её убрать? Рука не поднимается Ну, реально оверсайз Может оставить? Какой-то обман Покой же она Вот Вот это 80-й А сзади 74-й Не буду я её убирать За дурочку меня решили принимать Убираем У меня уже тут места нет Дети так быстро растут Так, ну всё Тут уже всё чисто Ну, всё, надо теперь смотреть Реально убирать Вот 80-й тоже Вот это уже всё точно убираем Слосинки 80-й Я, наверное, пока оставлю Хотя вообще-то Тоже бы убрать Но они хорошо тянут А ладно Она уже в 92-м ходит Это наверняка 80-й А это Тоже 86-й Что сказать Записалась на маникюр Я должна была пойти вчера Но из-за того, что мне было плохо Я отменила запись И вот Написала И сегодня есть окошко И мне сказали, что я могу прийти Так что класс Купили Ане новых Леггинсов Джинсы, мне кажется Я тоже могу Какой размер Восьмидесятый Ладно, поспили жить пока Так что пойду схожу Потому что у меня вообще вот Просто жесть А ещё Надо же скоро будет прям чемодан собирать В Грузию Вообще Вообще Восьмидесятый Она ещё носит Что-то Ань Чё ты там урчишь Стул качаешь? Хочешь Таков то одеть? Уже вкус появляется Да, я хотела Красиво повесить в шкаф Спасибо Это папе? Папе подходит? Анютке подходит? Анютке Анютке подходит? Очень красиво Красавка Эту надо Ой, смешно, а я не могу Вот настолько смешно Булгагашеньки Куда болтаться? Эй Куки Тебе так смешно, что тесно полу валяйся Как ты умеешь классно Ничего себе Брейк-данс Рок-а-ма-ка-фоу Фристилил Труда, очень труда Спасибо, унидей Я выпила кулетку Мне надо идти кушать Это ты? Это ты? Это что, ты? Погнали! Разгоняйся в маму! Разгоняйтесь в меня Дуя, держись сбоку Она еще не готова сама ехать Держись Аня, ю-ху! А-а-а! Эй-эй-эй-эй! Вы все-таки быстрее! Осторожно, не подсольнитесь Все? Так, ладно У меня здесь будет Меняние постельного Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ты чё там? Как вило прям В грязном белье копаешься? А чё, нет Ань Ну ты длина мне веник сходячий Всех, по-моему, домой можно прикрыть Привет, ребята! Вышла к вам поболтать Сегодня 13 августа Вчера был день рождения у мамы Славы Мы ездили в ресторан На шоупинг Короче, как всегда ездили на Павелецкую В ТЦ-шечку И... Блин, мне надо ресничать сходить Короче, сходили там в ТЦ-шечку Я купила обалденную себе кожаную куртку Очки Две пары джинс Две кофточки Два топика Футболочку Короче, вообще Такая красота Может покажу вам даже сегодня Сейчас 12 часов Я хочу накрутить волосы Чтобы быть просмотркой Вот думаю, всё, переезжать мне сюда Снова краситься или не переезжать Мне же всё время на кухне крашивать Там, конечно, с одной стороны удобней А с другой стороны тут вообще-то удобней Тут, в принципе, тоже есть естественный свет Причём, я не знаю Не знаю Не знаю Но это такой вопрос Который можно решить в любой момент Слава сегодня собирается уехать на дачу Мы с Аней останемся одни Но Сегодня мама планирует забрать Аню Посидеть с ней Не знаю, что они будут делать Потому что за окном дождь Каждый день И вот сейчас тоже дождь Просто Всё в воде Не вижу Вот зараза какая, а? Блин, не долго было Чё-то я много вырвала Клок волос Ради того, чтобы один седой поймать Вот зараза Блин, ну вообще Это просто капец То есть он продолжает расти седыми Те волосы, которые были у меня седые И мы их закрасили Они снова продолжают расти седыми Вы можете вообще представить? Так, как бы мне волосы накручивать? Решила себя в порядок повести Погода отстой Из-за этого у меня Ну, тоже такое состояние Не, состояние нормальное, но Типа, наряжаться Чё-то там Да и куда Типа, мне надо в МПЦ сходить Документы там Подача Всё, короче Надо мне организовать Привести их в порядок Должая дома разбираться Короче, у меня такая ситуация была вчера Сейчас видимо какой-то, не знаю Ретроградный Меркурий Ну, конечно, это все ерунда Но есть всё равно какие-то периоды Когда лучше реально, наверное Ничего не заказывать Не покупать Потому что вместо того, чтобы Просто купить удачно Чтобы к тебе пришла твоя посылка Всё тебе понравилось И, ну, как-то, знаете, вот Классно Получается Всё вообще Какой-то геморрой сплошной Короче, меня приспичило Я говорю, у меня вообще Гнездование Сумасшедшее гнездование Просто И Оно связано не с Беременностью Я не беременна Оно связано не с этим Потому что обычно Мне кажется, такое гнездование Это когда вот В период беременности Как-то готовишься к тому, что Появится малыш Хочешь всё обустроить А у меня это из-за того, что Мы должны уже были жить в новой квартире А мы там ещё не живём Поэтому, мне кажется У меня голова такая Типа Ну как так? Хочу Юда Уже не могу ждать Короче Заказала я Позавчера Ночью Высокую Такую худенькую Беленькую Красивую Обувницу Заказала Оплатила Но там не было написано Когда она придёт То есть было написано Что со мной свяжется менеджер Ну я думаю Ну как бы свяжется Свяжется Выберем дату доставки В любом случае Если вдруг что Я всегда могу отказаться И ну как бы вернуть свои деньги Кстати Всё вот Вот мне надо Я же книги Типа читаю Уже на каждом углу об этом рассказала Но никак не могу дочитать эту нудную книгу про обаяние Короче вот лучше надо это Какие-нибудь типа Про права Какие у меня они есть Права потребителя Просто права как гражданина Вот лучше такие книги Мне кажется себе покупать Они будут хотя бы полезны Короче Всё Заказала Оформила Красотища Думаю ну может в течение недели придёт Я же не на заказ где-то там заказываю А на сайте Интернет Магазин Ну как бы я рассчитываю Что она скоро ко мне придёт Ну как-то я так вот рассуждаю Что я не у какой-то компании мебельной Которая будет на заказ мне этот ящик делать По моим меркам Вот в итоге меня перезванивают Ну уже на следующий день пришли на учёт Оформила заказ И эту историю очень смешно рассказала в телеграм Можно всегда кстати включить нарезку Что я вам буду рассказывать Пока буду волосы крутить Сейчас включим вам голосовое на x2 Просто бесит Не могу по-другому сказать Если есть столько времени Своего потратила на какую-то херню Спокойно Короче Заказала я значит эту бувницу Какая-то прелесть Думаю ну может через недельку будет у меня В итоге Звонят мне сегодня Девушка звонит Всё как бы точнее детали Доставка Я ей уже оплатила эту бувницу Ну чё всё Беру нравится реально нравится всё В итоге звонит мне девушка такая Ой давайте мы с вами немножко поговорим Пока у меня сейчас погружается компьютер Чтобы понять какая будет у вас Ближайшая дата доставки Задает мне всякие вопросы Типа А почему вы её захотели Я уже не хватает места Ну а чем она вам понравилась Тонкая, высокая Красивая А почему именно белая Хорошо подходит в интерьер Ну ладно Я нормально что отвечаю Думаю я понимаю что им для какой-то статистики классно надо Собираю какие-то комментарии Полезные Ну всё Отвечаю Отвечаю Рассказываю Расхваниваю Как хорошо У меня сюда поместится 20 пар Пять есть Короче потом Она мне такая выдаёт Так вот Приезжайшая доставочка Такая типа 22 сентября Я говорю Она мне нужна уже вчера Ну короче капец В итоге Я откажусь Я говорю Я уже буду жить в другом месяце Надеюсь В эту дату Мне уже там обувница Это не нужна будет Просто у меня опять приступ уборки Приступ сделать уютный уют дома И мне нужно срочно обувниться Короче Ну почему вы отказываетесь Хорошо я вам сейчас перезвоню Узнаю как верну деньги Или это Короче Перезвоню Я нашла для вас офигенную обувницу Она чуть другая И будет буквально через неделю Как раз как вы и хотели Да Она похожа на ту которую я выбрала Но она чуть другая Она более толстая Короче И вся эта тема Я думаю Это всё равно не то что я изначально хотела Значит не хочу отказываюсь Я говорю Я отказываюсь В итоге присылает мне ссылка Присылает мне ссылку На то что там еще что верну деньги Нужно заполнять миллиард страниц Серия Номер паспорта кем выдан А номер счета Номер договора Куда деньги возьмут Какая сумма Почему отказался Нравится Не нравится Моя красавица Короче всё Всё заполнила Злая Как собака Думаю Сейчас как раз Санютка занимается Они там Гимнастики делают Это же время Когда я могу разбежаться в полочках Сидеть в компьютер Загружать Влог на youtube Короче В итоге У меня даже эта херня не сработала То что я заполняла Но всё Не это самое Не шурум-бурум Глючит сайт у них Не могу я это всё отправить Эту заявку В общем такой вот геморрой Сейчас буду с компа пробовать Так что я написала в чат Что у меня не получается отправить заявку на возврат денег Что за фигня Как мне это бестненько Такой геморрой Волокита Пишу маме Вам нужна такая херобора Обувница Я просто заказала А потом уже долго ждать Но у меня она может уже в сентябре Надеюсь я перееду Не понадобится Если что вам такая нужна То есть чтобы ну как бы Может им пригодится И мама говорит О класс давай Мы её там найдём куда поставить Мама говорит да Типа оставляй уже Чё ты паришься Ну реально если чё мы заберём Если чё у тебя постоит Захочешь продаж Ну тебе реально чё паришься Короче мне в итоге В итоге звонит девушка Чтобы вернуть деньги Ну как бы помочь И я думаю ну сейчас наверное она мне позвонит И поможет мне это всё быстренько оформить Чтобы не я это оформляла Она всё сделает как-то быстро Заявку заполнит и всё В итоге она мне звонит Для того чтобы сказать Ой ну попробуйте с другого браузера Ну ты вообще гений Типа то что сайт у меня лёг Я не смогла оформить заявку В итоге ну ладно хрен с ним Пишу обратно в чат С девушкой с которой я обсуждала Как раз эту обувницу Пишу типа ой ладно Мы решили её оставлять ту первую Которую долго ждать мы её подождём Всё она мне звонит Всё тогда подтверждаем всё Только вот я вижу у вас там сумма там Четыре заканчивается А я короче посчитала Ну неправильно как вышла там типа пять В конце нужно рубль доплатить Я думаю да ты блогишь Типа сейчас вам киркот пришёл Всё я оплатила рубль Думаю ладно всё мы согласовали Договорились короче думаю ну всё Мне реально ну в квартире здесь есть Куда её поставить Я очень её хочу А пока видимо буду без неё И вообще теперь жить буду без неё Без обувницы Мне это просто бесит Потому что я уже хотела сегодня обувницу и разбирать шкаф Ну да ладно Скорее всего я сегодня не так буду разбирать шкаф Слава завтра поедет на дачу Отвезёт кучу брохла как всегда на дачу Ну короче в итоге всё Согласилась на неё думаю Да всё деньги не возвращаем Оставляем Захожу в чат свой сюда И вижу в комментариях пишут Фу она самая неудобная Это самая неудобная обувница в мире Туда ничего не помещается Туда всё вываливается Хорошо что ты её не стала брать Это просто лучшая решения в твоей жизни Правильно что ты её не взяла Это судьба Потому что она реально неудобная у нас такая была Мы её вообще оставили на старой квартире Но столько она говно просто Я думаю да твою мать Просто это не обувница Это какой-то мучитель моего дня Потому что вот совсем по-другому Она провести это время Ну вот такое вот у меня было желание сделать уют Да Смешная история Ну в общем приедет эта обувница Посмотрим на неё Она ещё не дешёвая такая Вот Может она реально кажется удобная Кто-то написал супер удобная вещь Вот В любом случае что-то туда точно поместится Ну короче вот такая вот история получилась И ещё что хотелось сказать С ютубом так кажется всё в жопу Нам отключат от сесс Мы не сможем никаким образом вообще зарабатывать с ютубом Причём мы в принципе-то уже и так давно Можно сказать не зарабатываем Хотя Я тут посмотрела Я очень долго не снимала деньги Ну полгода точно Ну хотя может не полгода Не знаю Надо посмотреть когда последний раз Не не Ну да короче Давно не снимала деньги Давно реально Может и полгода действительно А с ютуба никак не снимала деньги Последний раз я снимала деньги И ещё Наташа Гасанханова Которая я снималась в шоу Да-да-нет-нет Она мне рассказала Про способ как денежки выводить За что и спасибо Я этим способом пользовалась успешно Потом короче эта карточка Через который я снимала деньги Там есть свифт Работает У них новые условия появились Такие как Комиссия 50 тысяч То есть если ты хочешь снять деньги Не важно какая у тебя сумма Ну понятно больше 50 То есть если у меня 52 тысячи Это 50 тысяч Она возьмёт комиссию И 2 тысячи я получу Вот Ну условно 100 тысяч допустим Там денег И Как бы я Чтобы снять их с ютуба Смогу снять только 50 То же самое Если у меня миллион То я получу там 950 получается Тысяч Ну короче 50 тысяч комиссия Хочешь не хочешь Я так пыталась На любую сумму Просто 50 тысяч Всё Так было недавно И последний раз Когда я снимала Я снимала Именно так Мне пришлось заплатить 50 тысяч Потом я вообще Долго не снимала Думаю да пошли вы нахер Уже со своей комиссией И получается я не снимала Не снимала А сейчас вообще Говорят о том Что AdSense Прекращает свою работу В России То есть мы вообще Не сможем никак зарабатывать То есть деньги вот эти вот Которые у меня там Как-то зарабатывали с ютуба Это были деньги От зарубежных Моих зрителей Ну из той же Грузии Тоже кто меня смотрит Это какие-то деньги Ко мне шли Вот От просмотра Потому что там же реклама есть Так вот И ну как бы Всем дали понять Что нужно срочно Ну как срочно Типа в течение там Двух месяцев Вывести свои деньги С AdSense У кого они там лежат А такая У меня они там Лежат У Славы тоже На его канале Лежат деньги Хоть мы особо туда Ничего не выставляли Давно И он не снимал Но у него все равно Там есть Какие-то деньги Копятся Копеечка Так падает Ну короче все Вот это вот нам надо снять И вот пока мы не знаем как Но Тенденция конечно Так себе Мне кажется Я не хочу конечно Об этом думать И мне хочется Мне не хочется Вообще с YouTube уходить Блин извините Я всю жизнь на YouTube снимаю И Вот типа что-то смотреть Да Мне как зрителю Там удобно что-то смотреть Однозначно Удобно Привычно Нравится Но мне как блогеру Там становится все хуже и хуже Сейчас У нас вообще Дома Не дома сейчас У нас Кстати с телефона не работает С компа С телека Нет с телека вчера тоже не работал Ну короче Я не знаю как вы смотрите этот блог Потому что я его планировала Для YouTube как раз Выставлять Я ну как бы до последнего Выставляю видео на YouTube Тем более что Я давно в принципе Забила на Монетизацию на YouTube Именно как на заработок То есть это просто как Что-то там Дополнительное капает Я вообще не думаю Про эти деньги Потому что их для меня Можно сказать как будто бы нет Хотя вот сейчас я долго денег Не снимала И у меня там сумма вышла Очень приличная Ну то есть около миллиона Можно так сказать О я не знаю сколько я денег Не снимала Это с учетом того Что эти деньги ко мне идут Только от Зрителей Которые видят рекламу То есть не СМВ Вот И Конечно Такую сумму Очень приятно Получить Но Стоит Понимать Что это же не за месяц Да Даже не за три То есть это реально ну полгода То и больше Да нет больше мне кажется Сейчас не полгода Я думаю я дольше Не снимала деньги Потому что Раньше я такую сумму могла Мне кажется за месяца два Заработать с YouTube Ну может за три Опять же таки Разные были времена А сейчас мне кажется Это чуть ли вообще Около года даже Может я не снимала Ну короче что Я вам просто Делюсь интересными Аналитическими Подсчетами Что на YouTube Становится очень душно И даже не из-за Всей этой темы Просто из-за того что YouTube Тормозят Мне пофиг на монетизацию Даже если ее вообще отключат Потому что я на нее уже давно Не смотрю Хотя как я Ну только что рассказала Все равно приятный Такой бонус всегда Даже если ты год не снимаешь Деньги Потом разом взять И снять хоть какую-то Ощутимую сумму Потому что в месяц Там ну приходят вообще Какие-то копейки И если еще большая Комиссия За снятие То считай ты вообще Ничего не зарабатываешь Столько у меня Коротких волос Скорее бы уже отросли Но то что Замедляют YouTube И Я например Последний влог Вообще не смогла сюда Загрузить Сейчас не знаю как Этот влог я загрузила Возможно Его загрузила Моя девочка Монтажер Потому что Прошлое так Мы их загружали Ну короче Просто у меня вообще Дома не работает YouTube Вообще никак И как дальше Работать Непонятно Как дальше Выставлять видео Ребята всем привет Сегодня 16 августа Пятница И мы Приехали в парк Горького Уже кстати Пол седьмого Вечера Представляете Поздно Да вообще Что тут делать Что тут делать Мы сюда приехали Во-первых По работе Ну и что Ничего Нам полтора часа Хватит мне кажется Погулять Зато пробок не будет Вот мы только Заезжаем на парковку Ну как смогли Так и вышли Как говорится Зато уже точно Нет жары Короче Мы сюда приехали По работе Нам нужно кое-что снять Потому что сейчас Проходит фестиваль в парке Вот Сама я его еще не видела Но должно быть прикольно Я обожаю Такие Интерактивы Так Ай Еще болюйся Помнишь ты в этом парке была Анечка? Качалась на классных качельниках Завтра мы поедем на дачу К моей маме Наконец-то Мы собирались на прошлых выходных поехать Но я отравилась У меня была У меня была Такого Инфекция Уже все хорошо Уже ем как всегда Все подряд И ничего хорошего В этом тоже нет Вот так что Сначала мы в парке пойдем Сделаем дела Потом уже будем наслаждаться Прогулкой Если успеем В любом случае Я взяла нам пледики Взяла Ане Новую игрушку Которую ей сегодня Привезли Эта игрушка Называется Деревянный набор Для пикника Там очень милые классные штучки Планшет на секс Возьмем с собой Но надеюсь Мы им там не воспользуемся Это была огромная Тяжелая сумка Всего 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 Ее не тут забираю Отсюда можешь выходить Откуда из своей? Да 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 Ребята Мы уже здесь На фестивале Стою Пытаюсь записать сторис А там девушка выступает Я не знакома С ее творчеством Просто Какое-то, если честно Издевательство Для моих ушей Возможно Это какая-то Очень классная Артистка Девочка Ее музыка На вкус Свет Как говорится Как и любое творчество Но Я просто в шоке Она сейчас так была Что я вот минут десять стою Не могу сторис записать Так, ребят Ну что ж Мы гуляем Как же хорошо, когда та песня не поется Я просто в моменте достала влог и снимала Когда та девушка выступала И та труба орала Я не знаю, это просто Ну вот реально Типа собрали все такие вот звуки Которые напрягают мост в одно Это этник фьюжн Но ты не шаришь Вообще не выкупаешь Это очень круто Это этника Современное искусство Это этника Плюс хаос Плюс вообще точная пробивная бочка Ты сейчас такой бесячий, что хочется по башке дубили Это супер просто Хаос фьючер Эмбиент Короче, все Я не могу Еще одна добавилась бесячая волна После той песни Еще твои комментарии Ты куда? Мы идем к качелям В смысле я здесь была Я просто не помню, как к ним пройти В ту сторону Скорее всего О, может возьмем по Худогу лучше? Ань, ты не прочь еще постоять в очереди? Я бы съела очень вкусный Худог Взять Худог и пойти Аню качать на качелях По-моему идеальный вообще комплект Так, ребята, у меня есть две новости Первая новость, что у меня сломалась камера Ну точнее как сломалась, что-то с экраном И я думаю, что я его сама повредила Потому что я постоянно ношу фотик без чехла И, короче, мне надо снимать себя горизонтально Он мне показывает вертикально Я постоянно хочет выключиться Ну, короче, миллиард недопониманий Плохо Из-за этого я здесь ничего не снимала Потому что у меня не было в Украине Мы ходили, пытались найти качели На которых в прошлый раз были с Кариной и с детьми Но в итоге мы их нахрена не нашли Только посмотрели на те, которые Ани велики Она расплакалась Ой, Аня Ой, смотри, снимай Нифига, нифига Мы не будем мешать Там какие-то танцы Прикольно Ань, повторим? Как вот красиво Я без хот-дога не уйду Давайте поищем мне хот-догу А, я понял Это типа импровизация Они снимают рандомных людей Реально? Гонишь? Не Мне так показалось Ну, мне кажется, да В этом и смысл Типа, как американские блогеры снимают У них есть кольцо выносное и мяч А, да 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 И они это подбегают просто к рандомным чувакам Давай типа забрось Кидай мяч Кидай, тебе? Давай, твой черед И кто-то попадается А они кажут Вау! А если промах große Вон, ну типа сория node Гряню тут пусть подойдет, посмотрит водичку. Что-то тут запахло чем-то. Запахло жареным. Как красиво. Почему мы так редко в парк Горького приезжаем? Нам сюда ехать на максимум полчаса с пробками. Вообще ерунда. А как красиво. Просто огонь. Какие-то уточки плавают. Сознано здесь классная картина с детскими игрушками. Я так устала. Можешь взять вот эту тяжеленную. Должен уверен, что она не разорвется в чертям собачьих. Мне 300 песок не должно. Бедняжка. Вот этой сумкой еще никто так не издевался. И вот эту милую сумку. Все, мы с Аней выходим. Я только хочу отдыхать. Вообще Аня у нас отлично спит по ночам. Но вот сегодня она очень не очень спала. Ох, отними мамулечку. Так, ребята. Вчера нифига вам в итоге не сняла. Такая я вообще не до самая. Но из-за того, что я была занята всякими там делами, я была не до влогов. Короче, потому что я так Аня натянула штаны. Купила ей вот такие вот тапки домашние. Они, ну, типа с дырочками. Просто внизу есть какая-то там подошва. Такая не толстая. Это вот чисто как, знаете, тапочки. Вот по дому ходить. Потому что постоянно одевать ей носки с пупырочками, чтобы ноги не скользили, конечно, можно. Но так все носки заканчиваются очень быстро. А когда открыты окна, ну, реально дует по ногам. Просто вот я сама как бы хожу в тапочках, потому что в носках просто бывает реально прохладно. В общем... Вот просто вы... У кого нет детей, и я хочу вам сказать, что ребенок в год и месяц... Ну, конечно, все детки разные. Но уже такой взрослый. Это просто шок. Они так быстро растут. Это просто капец. В общем, у нас есть вот такая новенькая кухня. Она из дерева. Вообще крутая. В комплекте там не очень-то много прям всего, чего шло. Вот такая кастрюля, сковородка. Тут ничего. Пока-пока-пока. Пока-пока. Вот такие тарелки. Три. Дай, мама, сделай там что. Вот такие три тарелки. Нет, кофе маме брать не надо. Аня, я все покажу. А, ну все как бы. Нет, еще соль и перец. Пока-пока. Но я не могу найти их. Красивые, милые деревянные соль и перец. А, вот там перец я вижу. Так, так всегда надо все искать. Такой милый перец. Такая же соль деревянная. Вот такие мы с Аней эко-френдли. Итак, а сейчас вам покажу корзину, которую я дополнительно заказала. Мы ее, наверное, даже, может, на дачу сегодня возьмем. Это корзина для пикника. Как вы могли догадаться, есть вот такой вот скатерть. Сюда, значит, идет две тарелки. Все деревянное. Два вот таких стакана. Клево, Аня. Я, честно, просто восторгаю от этих игрушек. Они дороже стоят, чем всякие пластмассовые. Но они прям вот, во-первых, не сломаются. Нет страха, что ребенок откусит кусок какой-нибудь, не знаю, выпирающей фигни. Вот такая вот классная баночка молока. Такая вот классная баночка, наверное, не знаю, типа варенья или какого-то молочного коктейля. Либо джем какой-то. Ну, короче. Вот такой вот классный банан деревянный. Эти фрукты тоже с липучкой. Вот. Мне очень нравится. Я прям хочу все наши старые фрукты нафиг на помойку отнесить. Вот. Такой вот какой-то печенюшка с джемом. Все это вот так вот открывается. Такое все прям миленькое. Деревянненькое. Вот такой вот нежненький арбудик. Все так выполнено классно, качественно. Больше всего мне понравились вот эти сэндвичи. Я прям обожаю сэндвичи. Прям с ума схожу. Такой вот хлебушек. Ну просто. Вот он. Я прям вообще таю. Девочки, я таю. Вот такой вот классный медик. Вам показываю, потому что вот эти игрушки просто... Мое сердечко вообще. Вот такие вот какие-то круассанчики. Рулетики какие-то. Тут вот это не знаю что. Поле вафелька, да? Не знаю. Почему ее нужно? Может, да, не знаю. Ой, ты что такая злая? Короче, вот такой вот классный набор. По-моему, там больше ничего не... А, там еще вилки шли. Две вилки. Но они у нас на кухне лежат. Потому что я их вчера мыла. Так как они их с едой, короче. Убралась с ними. И они были все в еде. Такая классная корзина с фруктами. Я еще заказала много наборов вот таких игровых с едой деревянной. Но они к нам еще не пришли. Должны были сегодня прийти. Но я отменила курьера на сегодня. Потому что сейчас мы хотим поехать на дачу. Ань, скажи вообще улет. Мне вот эти бутылки нравятся. Тебе нравятся они? Скажи классные. Что у этой плиты есть? У нее включается... Ой, у этой кухни. У нее включается плита. Ребенку очень это нравится. Кнопки нажимать. Вот эта крутится. С таким звуком характерным. Тут такого звука нет. Но все равно прикольно. Эта кухня стоила 13 тысяч, по-моему. Здесь есть ручка. То есть если кухню поставить не впритык, как мы, к чему-то, то еще можно будет пользоваться сбоку какими-то штуками. А тут магнитная... Ну, не магнитная, а для мелка, короче, доска. И там можно, наверное, меню какое-то начертить. Еще вот такие лопатки шли сюда. Лопатка и там еще ложечка. Но ложечка у нас где-то. Где-то в других игрушках уже. Либо в этом домике, ну, короче. Обычно я по вечерам хожу, все ищу, собираю, раскладываю на свои места. Но вчера тут убрал игрушки Слава. И поэтому, собственно говоря, было так чисто, что я сюда не пошла. Вот так. Так что Аня сидит там, играет. У меня кофе. Мы еще не завтракали. Мы прям только встали. Сейчас 10.30. В 10 мы встали. Я пошла пить кофе. Сейчас будем делать завтрак. Соберемся и поедем на дачу. Что мы на дачу повезем? Что-то из игрушек я оттуда еще возьму, но немного, потому что в этом нет смысла. Повезем нашу старую кухню. Она классная. Ничего не скажу. Аня ее вообще прям очень сильно любит, обожает. И у нее тут тоже много всего открывается. Всякие дверки. И там можно взять, чтобы и паршу, и вода из крана лилась. Ну, короче, хорошая кухня. Нам ее на день рождения Анин подарили. Но мне захотелось вот деревянную. Деревянные игрушки. Я просто когда увидела, я сама влюбилась. Поэтому и вот эту овцу отвезем, потому что у нас тут две одинаковые каталки такие. Качалки. И они обе пока Ани вообще велики. Поэтому одна будет ждать Аню всегда на даче. Вот. Блин, выгляжу вообще не очень. У меня что-то какие-то прыщики обсыпали. Наверное, как всегда, мои любимые мезельные на подходе. Короче, я собираю у нас Анин вещи какие-то собираю на дачу. Звонит курьер сейчас. И такой, это деловые линии. Че за ху**а? Какие деловые линии? Я говорю, и? Это деловые линии? Я говорю, я не понимаю. Я не в курсе, что за деловые линии. Я не знаю, что это какая-то компания доставок. Вообще не в курсе. Ну, типа, он говорит, ну, это деловые линии. Я говорю, так. У меня для вас конверт. Я говорю, ааа. Че, сразу нельзя сказать? Вот меня просто это поражает. Слава тоже там стоит, угорает. Говорит, че, нельзя сказать? У меня для вас посылка. Я курьер. Может, не все знают про деловые всякие линии. Ну, короче. Так себе рекламка получилась. Но мне пофиг. Так, собираю Аню. Не знаю, что ей взять. Возьму всякого разного. Она будет на даче. Может испачкаться. Поэтому возьму несколько таких ласил. Несколько домашних шорт. Ну и все. Футболок, можно ли, побольше. Короче, вообще, я с некоторых людей просто всякие. Тебе, че, тебе сложно сказать, что ли, русским языком? Никогда не могу. Аня, меня сама закрыла. Теперь там хоть ланч без мамочки. Надо было раньше думать, Аня, зачем маму закрывала. Короче, собираюсь. Нас. Собираю. Писочки. Что, Мур-Мур, зачем закрыла меня? Сама платишь потом. Какая милая шапка. Водичку пьешь, чтобы папа водички дал. Молодец, папа. Молодец. Папа, молодец. Осторожно. Осторожно. Так, что мне еще надо взять? Ты че, это винки свои раскидала? Поднимай давай быстренько. Аня, столько классных подарков, которые мы еще не распаковали. Есть у меня классная игра Монте-Со. Такая коробка. Сюда надо палочки спать. А эти палочки поместятся, а нет другой. Монте-Со. Поместятся. Я дала Аня эти палочки в машине, и потом все по машине собирала. Так-с, нам нужно взять свои трусики. Одной салфетки хватит. Правда, на два дня, но все равно сколько здесь трусиков. Книги возьми. Несу еще бутылочки. Так, нам еще курьера надо дождаться. Чтобы потом мы сможем выйти. Он сказал, что в течение полчаса мне подходит. Я не знаю, что с каверой делать. Она лагает, и меня это очень сильно раздражает. Потому что есть риск, что в какой-то отверстий момент она меня подведет. И мне это вообще не нравится. У меня мысли, типа, купить новую. Но вообще-то эти денег до хера стоят. Я хочу сказать, что у нас есть успехи по поводу сосули. Но не сказать, что большие, прям, такие. Мы Ане соску даем только на сон. Это уже хорошо, потому что в течение дня мы ей соску не даем. Вот так. Никогда не могу кофе спокойно попить. Да, либо собираюсь, либо еще что-то сделаю. Так, маншет. Почему столько книг там? Аня, иди вилки свои забирай. Ань, вилки свои забирай. Вот деревянные вилки, которые я говорила. Я в восторге от этой посуды деревянной. Ань. Ань, вилки заберешь свои? Алло. Алло, деловый ли не водитель? Да, да. Вот сейчас наеду. Все, спасибо, ждем. Почему я не забыл сразу так сказать, типа, водитель деловый или не? А, ну, русского водитель. Но мне это все равно ни о чем не говорит. Что за водитель деловый или не? Если я не знаю эту компанию. Почему нельзя сказать, что я курьер, что-то везу. Эй, вы что творите? Это еще рано. Как самокат спаливать. Что я хотела? Я опять в комнату кложусь. Это кошмар. Я начала смотреть и выжить. Круто. Вы что творите? Что за экшен? Может, не вставай нормально? Ровно. Может, не надо? Пусть хотя бы сидит на обществе. Ань, ты свечак. Руси бесстрашно. Руси, не вставай. Пока, пока. Круто. Только папу не отпускай. И весело. О, боже мой. Вот так вот ходишь по всему дому на корячках. Собираешься эти игрушки. Я вообще очень рада, что я собираю, хожу, игрушки. Ребеночки. Кинские. Ребеночки. Кинские. Ты так милая. Да, конечно, да, я очень устаю. Кольки, наверное, согнушись при погибели. Но я счастлива. Так, в чём я поеду в спортивном костюме? Всё, короче, я начала смотреть и выжить в Дубае. И меня так затянуло. Мне так нравится. Есть у меня любимые герои, есть нелюбимые. Есть те, кто меня бесит. Есть те, кто я не ожидала, что вообще такие прям... Ну, не то, что не ожидала, но раскрыли для меня вообще с такой хорошей стороны. Как будто бы я такая думаю, блин, вообще. Например, Боня. Не знаю. Мне Вика Боня очень понравилась. В этом проекте она была такой прям порядочной, классной. И мне было приятно. Вообще не хотела, чтобы она уходила. Мне было приятно смотреть, синие фрагменты. И она у меня была такой классной, красоткой такой. Прям вообще... Не знаю. Прям она мне очень понравилась. Поэтому прикольно, конечно. В общем, ладно, будем собираться. Поедем на дачу. Кстати, эти дела были, наверное, у меня всё никак умножить до нас дойти. Так, ребята, у меня есть микрофон. Эти мультики, они уже в кадре. Что сейчас там мозг взрывает? У меня кипит, Анют. В общем, из-за того, что мы скоро улетаем в Грузию, и вообще я не могу нормально работать, мы приняли решение купить новую камеру. Я её уже заказала в том же магазине, где я уже её заказала. Вот. Я думаю, через дня два приедет. Как раз мы пока будем на даче. И да, конечно, камера это не дешёвая, но я не могу так снимать. Это реально капец. Вот то, что она меня сейчас нормально снимает, это просто вот раз на раз. И нам ещё скоро улетать. Короче, мы просто починим эту. Просто пока она будет чиниться, это тоже займёт время. Возможно. А может вообще её не починят. А может легко починят. У тебя тоже говном пахнет? Может это сырость? Я говорю, сырой антиколон. Может это и есть? Говном каким-то пахнет. Прям сильно запахло, когда ты ускорился. Может сырость какая-то? Даже не знаю, что думать. И дождь пошёл. Что это? Я не могу отличить запах говна от сырости? Совсем мать кукухой поехала. Короче, мы едем на дачу. Нам осталось 40 минут. Приедем к 2 часам. Как раз надо будет срочно кормить Аню и спать. У неё будет дневной первый сон, единственный. Вот. Есть же дети, да. Есть же дети. Вообще, насколько все дети разные. Хотелось бы сказать. Увидела во влоге у Карины. Мы с ней тоже это обсуждали. То, что её сын вообще не нуждается в мультиках. Ему они вообще нафиг не нужны, не интересны. И он классно, увлекается игрушками. И может долго сидеть сам с собой, играть в игрушки. Ну, по крайней мере, даже вот то, что я видела из влога Карины в Турции. Она рассказывала, что он полтора часа сидит и играет. Сам. Я такая думаю, вау. Улёт, конечно. Я просто думаю то, что реально, ну сколько же все детки разные. Я тут с Кариной поделилась. Она у меня спросила, сколько раз просыпается за ночь Аня. Надо покушать, например. Я говорю, она не просыпается кушать ночью. Она спит. И Карина такая, вау. Круто. Вот тут типа реально завидую. И получается так, что, ну действительно, где-то в одном так, в другом так. Аня у нас нифига сама с собой не играет. Очень немножко. Она может посидеть сама, поиграть. Одна. Но вот так вот она всегда, вот ей надо, чтобы вокруг неё движуха была, чтобы она была в компании, в движухе. Ну понятно, любой ребёнок любит там с кем-то играть, чтобы внимание ему уделяли, понятно. Но вот просто есть детки, которые могут сами с собой как-то увлечённо играть. Ну, я думаю, конечно, с возрастом, может, у Ани тоже появится такой навык играть самой с собой. Да, Ань? Я на неё напялила очень классную футболочку от Happy Baby. Заказала 92-98 размер. Она и велика. Но я её специально надела, потому что мне очень хотелось посмотреть. Я на вырос как бы взяла. И получилось такое, что Аня очень супермодный оверсайдный малыш. Так что да, конечно, всегда дети разные, мне кажется. Вот это, знаете, как думаешь, то, что вот я уже там мама на опыте, там у меня даже есть и два уже ребёнка, думаешь, ну всё, типа я уже на опыте. А третий ещё совсем другой ребёнок рождается. И всегда настолько, мне кажется, это по-разному прикольно. Но вот типа через поколение, мне кажется, вот так вот повторяется. Вот, допустим, моя мама говорит, что вот Аня такая же, как я. Она неспокойный ребёнок, в том плане, что она очень активная такая, движуха, движуха. Потому что вот мы с мамой сидим болтаем на кухне, и Аня прям, ну, кричит, типа... Но она как бы играется. То есть не то, что она там, не знаю, что у неё в голове за фигня, зачем она орёт. Ну, короче, это вот именно то, что ей надо внимание. Потому что мы разговариваем с мамой, а она с нами не в диалоге, типа, что за ерунда. То есть она вот такая, требовательная в плане внимания Все должно вокруг нее крутиться и вертеться Вот такой вот она, ребенок И мама говорит, что я была точно такая же А Гоша, мой брат, вообще другой Вот его посадишь, я даже много раз рассказывала, но просто насколько удивительно Одни и те же родители, все одинаково, но дети, конечно, разные И вот моего брата посадил с игрушками, он может сидеть и играть с ними Сколько вот хочет, сколько и будет играть Я всегда за движ любой была, вот куда-нибудь в гости пойти Погулять куда-то, поехать Чего такое? А Гоша, мой брат, всегда домой торопился Мама говорит, куда не придем Десять минут прошло, Гоша говорит, мам, ну когда мы пойдем домой? Ты аккуратно, кушай, не торопись И к чему я это вообще все вела? Что Аня, это вообще удивительно В ее возрасте дети там часа три хотя бы должны днем спать Аня спит полтора часа один раз в день Все, это вообще немыслимо То есть она у нас еще какое-то время хотя бы два часа спала Вот что можно за полтора часа днем сделать, пока ребенок спит? Как вы думаете? Если нет ни-ня, ничего, тебе надо дома готовить, убирать, работать И еще что-то там делать, успевать Вот что за полтора часа можно успеть? И при этом ты еще хочешь немножко отдохнуть, пока ребенок спит В тишине полежать, там, не знаю, своими делами позаниматься Конечно, прикольно, когда ребенок днем спит Но когда она будет становиться старше и будет все меньше и меньше днем спать Я буду уже привыкшая и у меня не будет такого, что как стало сложно Короче говоря, едем на дачу У нас много сумок было в этот раз за их? Сейчас вы приходите? Да Мне кажется, как будто их становится меньше Ну, в плане вещей для Ани Ну, хотя нет, мы игрушки взяли Ерунда Сегодня меньше, завтра будет опять нафига После завтра поменьше Что я планирую делать на даче? Есть шашлыки, как не в себя С картошкой Салат, пить кинзмараули Нет, ну, может, другое вино хоть, не знаю Какое нальют в его барабану Я так люблю шашлык И с картофелем Просто обожаю Представляете, нас позвали на гендер-пати Я безумно рада, потому что такие праздники я просто обожаю Вчера, кстати, ночью хотела заказать на маркетплейсе какой-нибудь интересный конверт Потому что там в приглашении написано, что, ну, как бы, деньги будут Подарок хороший Ну, я согласна, деньги – хороший подарок Я просто хочу, как бы, понятно, деньги подарим, но хочется в каком-то прикольном конвертике А еще я вчера сделала огромный заказ H&M, Zara И корм для Viva заказала из Турции Потому что у нее закончился корм У нас вот буквально маленький пакет остался И Viva придется, не знаю, сколько дней Ну, дня 4, короче, жить без своего корма Я думаю, что просто мы на эти дни, ну, короче, я посмотрю Но, вот, например, на даче она обычно корм свой никогда не ест Потому что она знает, что там куча других вкусняшек И она прям принципиально не ест Она может довести себя до такого, чтобы блевать желчью Если ей не давать какой-нибудь курицы, еще чего-нибудь Но корм она свой есть не будет Кто-то мне звонит Ты боишься эту жужу? Смотри, какой у тебя есть Папки Короче, что я говорила? Буду кайфовать на даче А, идем мы на гендер-пати Очень-очень рада Идем к Ивете Ее муж Вале У них есть дочь София Я на них подписана, мне кажется, уже год на Ивету А может, даже больше Просто время так быстро летит, что может, даже больше Да, может быть, может быть Время так быстро летит, ничего не понимаю, не замечаю Мы их тоже приглашали на Анин день рождения Вот, мы лично не знакомы Но давно подписаны друг на друга И переписывались Комментируем друг другу, лайки ставим Ну, такое, как нормальные отношения между блогерами Между коллегами Вот, такие Так что мне безумно, конечно, приятно А, мы их приглашали, они не смогли прийти, потому что они улетели в тот момент Очень мне приятно, что они нас позвали на свой праздник И нам так повезло Они нас позвали за день до нашего отлета в Грузию Представляете, какое везение Я бы так расстроилась, если бы у них праздник проходил тогда, когда мы улетим Потому что мне так хочется на гендер-пати к ним И вообще мне так хочется на такие праздники Это настолько классно, это настолько просто вау Побольше бы таких праздников И побольше бы нас позвали на такие праздники Поэтому всем желаю забеременеть, устроить гендер-пати Вот, мы с радостью к вам придем Да, и пригласить нас Мы с удовольствием придем Снимем репортаж Вот, поделимся файлами, если надо Подарим вам подарок Ну, короче, не, ну, конечно, прикольно-прикольно Когда я буду беременна вторым ребенком, обязательно тоже сделаем гендер-пати Я просто помешана на гендер-пати На праздниках я помешана Надо больше детей рожать, хочу гендер-пати делать Я видела, как-то люди с улицы подобрали кота, по-моему Не, ну, наверное, не кота Кого-то они такого подобрали По кому нельзя было легко определить пол Кота по коту все-таки проще Что там думать? Короче И попросили врача, ветеринара Написать полной бумажки И делали гендер-пати для какого-то питомца Которого на улице нашли Ну, я не знаю, кто там был Может, хомячок, типа, что-то такого, знаете Крыса какая-нибудь В общем, не знаю Не могли они сами определить И я думаю, блин, вот это чисто я Мне только дайте повод гендер-пати устроить Я с удовольствием Слава мне постоянно на кофе пишет милые записки Ты моя любовь Видите? Вот так вот А мы еще ничего Мы еще ого-го Мы, конечно, стали более чертвые со Славой Да, дай? Более такие прожженные жизнью Но все равно нежность и любовь присутствуют Забота друг о друге Уважение Вообще такая нервная Такая нервная Это кошмар Представляете, я могу взорваться просто Как я не знаю, кто и что Просто от того, что у меня Там я заполняла какие-то данные Чтобы сделать заказ У меня обновился сайт И все слетело И я просто Вот что сделать? Надо каких-то витаминов попить Для успокоения Ой, кстати, я забыла вам рассказать Потому что я все подарки все время показываю Рассказываю Мне кажется, у меня мама обиделась даже Я не рассказала Не показала, что они подарили для Ани На день рождения Потому что они свой подарок Получается, нам не приносили на праздник И не привозили его к нам домой в Москву Они купили Ане на дачу Всякие активности Типа бассейна классного Вот вам даже фрагмент из влога Который выходил у меня на Рутюбе Как выглядит этот бассейн Это так мило, конечно Что я такого Аниного выкинула Что потом подумала зря Вот с одной стороны думаешь Все вот это вот Не то что хлам Это милая память Милые такие моменты трогательные Я помню, как мне кто-то говорил Чтобы я из своего молока Сделала амулет Грудного молока Сделала амулет Я тоже натыкалась Выглядит очень красиво С другой стороны Нахера он у меня Ну реально я это не буду носить Да и зачем Вроде как зачем Хотя вот для меня лично Это самая вообще трогательная тема Я могу просто заплакать Вот так вот В мгновение Мы когда беременную 16 снимаем Я там постоянно плачу Ну не плачу, но Расстрогиваюсь Короче, постоянно хочется грустить Это очень трогательные для меня Такие темы Из-за которых я могу заплакать даже Я про грудное вскармливание Про вот эту всю Тему Несмотря на то, что Такой трошачок у нас был Который мы прошли Когда у Ани были колики Когда она каждый раз Когда я ее кормила Плакала от боли Ну это было вообще Это такая же жесть Но потом, когда у нас все наладилось Было так здорово Было так здорово Наслаждаться Вот этим вот моментом Да, материнством Грудным вскармливанием Классно Классно Классно, Ань? Помнишь, как мамину сисью ела? Или уже не помнишь? Уже позабыла? Что там с ремонтом? Спросите вы На даче у нас ремонт сейчас заморожен Потому что Как раз у нас есть время Чтобы проект сделали Визуализацию Ну как бы у нас Вариантов немного было Потому что Этот строитель наш Он Мы так с ним и договаривались Что он в какой-то момент От нас уедет Ну мы знали в какой Вот Потому что он Он также нужен моему отцу И еще там объект какой-то возьмет И как бы на месяц От нас съехал Ну он не такое Что типа знаете Весь там полностью ремонт Это какие-то Типа черновые Да чистовые Ну короче Какие черновые работы Я так поняла Он там будет делать И должен справиться За этот срок Впереди у нас конечно Много растрат Много всего Слава подсчитал Мы уже потратили На ремонт На даче Сколько Миллион восемьсот Ты сказал Вот так Вот столько Миллион восемьсот Много Но у нас там И много сделано На самом деле Конечно у нас там Еще не белые стены Да То есть еще Как бы до этого Есть у нас время Этапы Но у нас там Получается сделана Уже Вся проводка Новая Теплый пол Стяжка Эти Перегородки Сделаны Для будущих Стен Дверей Что у нас там еще Канализация Сделана Да Вот это вот Все Трубы Шмубы Поменяли В подвале Поменяли То есть Это такое Прям большое Дело Вот еще Кстати говоря Мне нужно найти На почте Мы же заказывали Как-то Анализ воды К нам Приезжали туда На дачу Делали анализ воды И нам нужно Поставить фильтры Это просто Обязательно Я так счастлива Что мы наконец Это сделаем Потому что Если вы смотрели Мои влоги с дачи Старенький Где у нас там еще С домом все в порядке Его не разобрали На щепки У нас постоянно Там была такая проблема Что Ну вода очень такая Она течет Как бы не желтая Но в ней много железа И из-за этого И из-за этого постоянно Оставался налет желтый На раковине Ну в ванной Все В туалете То есть Это были такие Желтые подтеки В туалет Которые просто Например Ершиком Не отмоешь То есть Это всегда Приходилось Одевать перчатки Брать Какое-то Очень жесткое средство Рукой долго сидеть Мыть 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 И вот это вот Ты все отмыл И Сколько-то там дней У тебя все выглядит Классно Чисто Но стоит тебе Уехать на дачу Ой В Москву с дачи Вернуться там Через недельку даже Будет трэш Даже если ты не пользуешься Унитазом Все равно Наверное там Бывает вода течет Или просто Ну Короче Чтобы не было никаких разводов Это может надо было Только вот прям Перед тем как вот Выйти Помыть полностью Туалет Выключить там воду Чтобы она вообще Не думала Ни разу Ни капли Чтобы не протекло И тогда Может было бы Все нормально Не таким желтым Ну короче Меня это бесило Меня это очень сильно Злило Бесило Потому что я думаю Вы догадываетесь Почему Потому что мне приходилось Все это постоянно мыть А если не мыть То смотреть А если смотреть То значит беситься Сходить с ума От грязи От желтых Разводов И Ну Как бы вот этой Чистоты и уюта Которому я всегда Стремлюсь Его не было Его не было И я нервничала Из-за этого Поэтому теперь Когда у нас будут Фильтры У нас их еще нет Фильтры на воду У нас все должно быть Супер-пупер И вода должна быть чистой Потому что я помню Вот мы Аня в баночку набираем А вода такая желтая Ну не пипец желтая Типа как ржавая Но с отливом в желтый Конечно Да Я помню Мы даже Когда Аня совсем малютка Была там месяц Типа ей Мы переживали Думали Как мы ее будем мыть В этой воде Но Мы спокойно ее мыли Потому что Мы думали о том Что я там вообще Выросла Все детство Там купалась И со мной все в порядке Вот И никак Эта вода На меня не повлияла Помнишь, Ань? Ты помнишь? Напоминай Они останутся очень У нас на севере Воду можно было поджигать Воду поджигать? Почему? Она была с газом Слава говорит, что на севере Вода у них была с газом И можно было поджигать воду И она была вообще Если бы ты ее видела Ты бы вообще ужаснулась Она была не то, что Она была желтой Можно было поджечь И там чуть-чуть Это вспыхнуло бы И что с ней С этой водой было? Ну ничего Все мы в этом купались Мылись И все нормально Теперь понятно Почему ты такой Огненный мужчина Я в телеграмм Недавно сделала пост О том, какой корм У нас ест Viva Что его нигде В магазинах нет Я его нигде не смогла найти Абсолютно Даже на маркетплейсах Где бывает Там даже подождешь Не знаю Три-четыре дня И он хотя бы придет То есть его вообще Нигде именно нашего И нигде нет Этой фирмы Были какие-то варианты корма Но там они типа зерновые Либо еще какие-то Ну в общем Не то, что любят Viva Я такая Что делать? Я думала, что мы легко Его купим Закажем Потому что В один момент Он типа пропал Этот корм А потом был Потом везде был В магазинах официальных был Кто-то говорит Что то, что сейчас Это типа подделка Но мне кажется Вряд ли Как-то же завозят Может он просто дороже стал Я не обращала Я не обращала внимания Не помню Сколько уже тогда он стоил Все, его нету Просто нигде нет Я не знаю Откуда его брать Я просто тупо Забыла Про то Что его нигде нет И в итоге У нас у Viva Просто остался Маленький Вот такой вот мешочек С кормом Которого ей по сути Ну на два дня Должно хватить Но на дачу Она есть не будет Поэтому чисто в Москве Поезд И буду ей что-то готовить Потому что Покупать какой-то Другой корм Конечно можно Но нежелательно Мне кажется Потому что Во-первых Переход с одного корма На другой Должен быть плавным Насколько я знаю Это вот прям Очень медленно Потихонечку По чуть-чуть Подсыпают Добавляют корм Ну то есть это Потому что Всякое может быть У собаки может там Не знаю Аллергия начаться Или просто Ну не знаю Понос какой-нибудь Я просто предполагаю У нас Получается Вот этот корм Который мы сейчас Кормим Виву Это ее второй корм За всю жизнь Ну то есть В том плане Что мы Не меняем постоянно С одного корма На другой Вот мы как Виву Купили Она ела сначала Проплан Корм Мне кажется Так он назывался Заочица нам сказала Вот давайте Потом я не помню Где еще Ну короче Какие-то были там мысли Что он не очень Так себе Есть намного лучше Корма Вообще Напишите в комментариях Какой корм Прям топ Вообще Не жалко никаких денег Для собаки Тем более Для еды Собаки Хочется конечно Максимально хороший корм Я не уверена Что тот корм Который мы Виве даем Он прям топ Но он вроде Но он вроде как Хороший Я еще почему Его выбрала Я не с бухты Барахта Я помню Мы советовались Я еще почему Его выбрала Потому что Ну во-первых Мы советовались И там есть Разнообразие вкусов Ну то есть Это тоже мне Хотелось Чтобы были Какие-то разные Прикольные вкусы А не один И тот же день Жрать одинаковое Потому что Есть такая тема Здесь углубляться Мы конечно неправильно поступаем Потому что мы Виве И со стола даем Еду И корм даем Но как будто бы Типа пусть она живет Кайфовую жизнь Потому что она очень хочет Она плачет Скулит Рычит С ума сходит Когда мы что-то вкусненькое едим А она как бы Это не может получить Но вообще нельзя так Потому что в корме Уже и так Типа содержится Все там то что нужно И добавлять еще со стола То это там нагрузка идет Наверное живот Ну короче На печень Не знаю В общем Сложно Сложно Это я конечно не Какой-то там Супер-пупер Зоолог Че ты ржешь А кто Я как бы Вот Разбираюсь в этом Вот Настолько Насколько Наверное В повседневной жизни Достаточно Проверяем Виву Всегда Анализы Кстати анализы По-хорошему Собаке тоже Раз в год сдавать Кровь Мы не всегда сдаем Вот Но при Вивке Понятно Всю вот эту движуху Делаем обязательно Так короче И заказала Виве корм Из Турции Такой же Вот как она ест Поэтому он придет И Начала я рассказывать К чему я это все веду Мне пишет Моя девочка Айдан Ее так зовут Турецкое имя Кстати я еще Прямо прониклась Этим именем После Постучись в мою дверь Потому что там Маму Серкана Балата Зовут Айдан Вот Поэтому для меня Это имя уже Таким знакомым Было и родным Кстати я так Не досмотрела Постучись в мою дверь Турецкий А сериал Буквально Не знаю Мне кажется Серии 2 Мне там осталось Уже посмотреть Как там кто-то Разродится Не буду вам рассказывать Спойлеры Мало ли Ну короче Не досмотрела Потому что Что-то как-то Мне так надоело И мне вот реально Вот до конца Не довела Понимаете Это бред Все Надо досмотреть Просто Потому что Закрыть уже вопрос Хотя бы увидеть Финал Ну да ладно Пишет мне Айдан Такая типа Юль мы такой же корм Вот недавно привозили В Турцию он есть Давай Ну если тебе надо Можем заказать Моя девочка Байер Я через нее Все заказики делаю Она по-моему Моя подписчица Я думаю что да Сто пудово Что так Она мне сама написала Типа Юль хочешь мы тебе Ну можем мы там H&M H&M Я ее когда нашла Был кайф Потому что сначала Я H&M заказала Через какой-то Магазинчик инсты Они кучу денег С меня содрали Ну короче Не понравилось мне Ждала я долго А у моей Айдан Вообще Все чики-пуки Намазы Там туда-сюда Вот Как только она получает Она говорит Юль Получила Могу отправить Знаете В час ночи Я говорю Давай отправляй Мы с ней уже Мне кажется Подружки И вот она Она мне присылает Бывает ночью Курьера отправляет Огромный какой-нибудь пакет Мы уже почти доехали Уже не надо спать здесь Ладно Она мне пишет Давай корм закажем тебе Скидывает сайт Все Говорю Вот Сколько тебе взять Привезем Там два с половиной Килограмма Упаковка Я говорю Давай один Возьмем Сначала Потому что Ну как бы Много тоже Зачем брать Вдруг Вива Его долго Будет есть Я просто не помню Сколько она Два с половиной Килограмма Есть Потому что Нам Пачки на 800 Грамм Надолго хватало Мало ли Срок годности Истечет Еще что-то Я же не знаю На какое придет Просто буду теперь Иметь ввиду И заранее заказывать Короче Скинула мне корм Я думаю Ну ладно Раз уж они будут Из Турции Что-то мне везти Посмотрю что там В H&M появилось В Заре новенького Просто Столько набрала Она мне пишет Айдан вчера Или сегодня Я ночью скинула Пишет мне утром Вот типа Юля Вышла на столько Денег И я просто Вахер Сижу Я вам потом Сделаю распаковку Большую Во влог Что где-то Наверное В числах 23 24 Я думаю Уже придет Посылка Короче Я просто В шоке Сижу Я такая Ого Нифига Я набрала И Айдан Такая пишет Я просто тебе Предложила Заказать корм Реально Предложила На свою голову Не ну корм Конечно Класс Не знаю Я вот понимаю Что я не могу Для меня Эти вот все покупки Это Я не знаю Как это называется Какая-то зависимость От всех этих покупок Это меня делает Счастливый Почему Вот Дофаминовая радость Моя Зай Понимаешь Просто И меня это пугает Потому что Для меня Не так важно Даже вот эти вещи Прям каждый день Знаете Носить У меня столько вещей Вот если говорить Про шопинг Для меня Для Для меня Для взрослой мамочки А не для Ани Например У меня столько вещей Постоянных Разных Классных Но я их не ношу Каждый день Я вообще могу Часто ходить В одном и том же То есть для меня Сам факт покупки И повесить дома В шкаф Вот это для меня Самый счастливый момент От покупки А не то Что я это буду носить Буду хорошо В этом выглядеть Как будто бы Это так странно И то же самое Про Аню Я ей столько Красивых вещей Заказываю А бывает Наряжаю ее Ну Во что-то там Обычное Такое Знаете Я заказываю Что-то там Из H&M Это все ко мне Едет там Через Летит самолетом Принимается На каком-то складе Потом это Приезжает Кайдан Там домой Потом она Мне отправляет Курьером Очень сложный путь Как эти картинки Что на огромном Корабле В огромных Этих Контейнерах Он едет Сквозь волны Блядь Пересекая Не знаю Какие Просто Реально Гигантские волны Штормы Все это преодолевая И Подпись такая Смотрю Как Мои сережки Едут из Алиэкспресс Ко мне Ну типа И вот Я просто к тому Что такие покупки Делаю постоянно А в итоге могу Просто Анютку Одевать в какие-то Обычные футболки Которые взяла Из детского мира Я ничего не хочу сказать Про детский мир Мы там Много чего Кстати Классного покупаем Обувь я постоянно Там беру Для Ани Мне очень нравится Ани нравится Ребенку удобно Она ходит Томби Вот этот бренд Вообще Нормальные Обычные кроссовочки Дешевенькие Хотя я из H&M Тоже заказываю Но реально Не вижу смысла Заказывать Покупать Какие-то Очень дорогие Ботинки Ребенку Когда у него Очень быстро Растет нога Хотя так Про все вещи Можно сказать Но просто Обувь Вот реально Конечно Она даже не успевает Износить Как-то Мне вот понравилось Заказывать В этих Ой Заказывать Покупать Или небольшой Мне нравится В детском мире Покупать обувь Потому что Во-первых Я сразу могу В руках Пожмякать Понять Насколько Она классная Вот я в H&M Заказала Красивые кроссовки Ани Одни Очень жесткие Оказались А другие Впритык Прям Сейчас я тоже Выбрала Я ей кстати Обувь H&M Но немножко Она выросла Все Нам осталось 11 минут И мы будем На даче Класс Класс Ань Сейчас приедем Будешь супчик кушать Борщ Бабушка сделала Для Анечки Что рассказывать Будет настроение Силы Что-нибудь буду Вам классное Снимать на даче Обычно я у мамы На даче Вообще Почти ничего не снимаю А знаете почему Потому что я там Отдыхаю Я приезжаю к мамочке Мама Мама Возьми меня на ручки Ой И отдыхаю Ну не то что Прям совсем лежу Ничего не делаю Мне кажется Такого вообще Никогда не бывает Типа знаете Чтобы я приехала к маме И просто все занимаются Аней Например А я вот лежу там В телефоне Отдыхаю Кайфую А хотелось ли бы мне Такого Да Думаю да Но То же самое я могу сделать Когда уже ребенок спит Мне намного интереснее Быть вовлеченной В семью В процесс В готовку Как-то помочь маме По дому Особенно я люблю Приезжать к маме домой И наводить какие-то Свои порядки Вот И меня в семье Называют ревизор Потому что Я приезжаю И Сразу Но Я не обращаю внимания На какие-то моменты Которые мне могут Не нравиться Потому что Это дом Моих родителей Я там не живу Мне по сути Все равно Где что как Да Просто Не знаю Это вот странное чувство Я же к кому-то Когда в гости прихожу Мне же пофиг Где там У кого что лежит Не так Как мне кажется Должно лежать Но когда я прихожу В дом к своей маме Мне кажется Я должна ей помочь Должна ей положить Так как надо Хотя ей вообще Это может не надо Именно она меня Об этом не просила Ну вот такая Я Как моя бабушка Надя Мы с ней недавно Это обсуждали Я с вами тоже делилась И это жесть Это реально жесть Потому что Это именно Вот какая-то Навязчивая идея Помочь Я тебе сделаю лучше Сейчас я тебе здесь Порядки наведу Тебе так понравится Это странно Вообще странно Я знаете Заказываю там Что-нибудь на маркетплейсах И заказываю себе Какие-то классные контейнеры Думаю Моей маме тоже такое надо Потому что у нее Как раз вот там Например лекарства Лежат В дурацком Каком-то контейнере Или в шкафчике А я и захожу Хороший контейнер В котором они будут Аккуратно Красиво лежать Я маме заказывала Всякой Такой Темы Много Из-за того Что не так часто Надача Я просто заказала Мы все это привезли Так я это все Не расставила Не разложила И мама у меня тут жаловалась Говорю Навезла ты мне всякой Этой чепухи У нее нет времени Это все раскладывать Да и желание наверное Что есть всякие дела Поинтересней Так короче Да Сейчас приеду Посмотрю Может порядки наведу Люблю там полы У мам Помыть Еще что-нибудь Типа Такое то что Мой глаз может Как-то Типа Ой здесь не хватает Вот это Здесь надо вот это Мы с мамой кстати Тоже очень похожи Вот она приходит ко мне Говорит Ой у тебя здесь Вот это не то Это здесь неудобно Лежит Как вы здесь живете Типа знаете Вот такое А я к ним так приезжаю Говорю Как вы можете В этом жить Почему у вас Это лежит здесь Как это неудобно И это такой угар Потому что Две хозяйки Не могут жить На одной территории Вот так вот И мы с мамой Недавно тоже болтали Она в гости приходила Я говорю то что Мы бы с тобой Не смогли сейчас Вместе жить Ну понятно Потому что Я взрослая Ну сейчас-то понятно У меня есть своя семья И все Но вот даже просто Если представить Мы обе такие Прям хозяйки Хозяйки И понятно Почему я довольно-таки Как мне кажется Рано ушла Из семейного гнезда Потому что я Как мне кажется Довольно рано Повзрослела В том плане Что хозяйкой Такой стала Самостоятельной И что у меня Вот свой быт Свое Все понимание И вообще Я думаю Я очень самостоятельная Но не во всех Конечно Вопросах и моментах Мама у тебя Конечно Молодец Но не на сто процентов Ну невозможно Быть взрослым И суперответственным И во всем Идеально Вообще Разбираться И где-то Не обсираться Сколько бы тебе Не было лет Потому что Где-то счетчики Неверно Писал данные И мучаешься Уже год С этими показаниями Где-то еще Какая-то ерунда Разно-разно Приходится Так что я говорила Про выжить в Дубае Я вообще в шоке У меня часто Спрашивают Че ты ржаешь Редкий переход Да Я как Галыгин Про вот это что Видел? Да-да-да И они нам говорят Да И они нам говорят Да Давай лайма Ой бля Реально Угад А недавно Я нашла Врился Чувака Который реально Так разговаривает Он давал Какое-то интервью И было Нихера Вообще Непонятно Что он рассказывает Я сама пыталась Вникнуть И понять Что он имеет в виду И потом Показали Вот этот отрывок С Вот этим С Галыгиным Вот эту миниатюру И люди написали Что даже у Галыгина В рассказе Больше смысла Чем у этого чувака Который что-то там Непонятно рассказывал Так вот Про звезды Выжить в Дубае Господи У меня все Блядь Перемешалось в голове Мне это прям Больше по душе Мне это больше Понравилось Шоу Да Больше мне понравилось Чем звезды в Африке Звезды в Африке Конечно Тоже прикольное Шоу Я его смотрела Ну не все Шоу Эти сезоны Конечно же Какие-то смотрела Тоже класс Однозначно класс Вообще невероятное Просто путешествие Испытания Класс Интересно Но вот Знаете Вот эта идея Жрать всяких Сверчков Червей Мне не так Импонирует Как идея Например Каких-то малых Испытаний Которые Есть в шоу Выжить в Дубае То есть Выжить в Дубае Мне кажется Более Или даже Менее мерзким То есть Там кажется Больше нужна Смекалка Больше Ловкость Больше В каких-то Испытаниях Сила Конечно В каких-то Просто Удача А Звезды в Африке Вот Я просто Как представлю Сжирать Каких-то там Червей Там же постоянно Просят Сжирать Всяких Червей Вот Мне это Совсем Не нравится Если честно Просто Если бы У меня спросили В какое шоу Я бы хотела Поехать И участвовать Определенно Выжить в Дубае Определенно Меня не пугает Спать в пустыне Хотя Так себе Тоже идея Но Меня и не пугают Как будто бы Малые испытания Так они там Называются Малые Они меня не пугают Меня это не так Пугает Как Жрать червей Играть в морской бой Это большое испытание Оно ни на что По сути не влияет Оно Большие испытания Влияют Только на то Будешь ты жить В пустыне Или в отеле Команда победителей Живет в отеле Классном А проигравшие В пустыне А на вылет Именно малые испытания А что плохого В морской бой У них обычно Другие игры Просто Слава Вчера увидел Как они играли В морской бой А до этого Не знаешь Какие классные испытания Другие тоже были Да и морской бой Очень прикольно Я бы вот С удовольствием Лучше бы в морской бой Играл Чем тащить Как джигантам На своих плечах Огромную лодку По песку Там вообще Классные испытания Так а мы вот Уже и приехали Вот такой вот Классный влог Открываем Все мы приехали На дачу Сейчас будем Разбирать сумки Разбираться Раскладываться На улице дождливо Это отстой Потому что Аня не сможет С кайфом сидеть В песочнице Не ну сможет Конечно Будет вся в грязи Мокрая И не знаю Насколько это возможно В общем ладно Да Ань Будешь сейчас супчик кушать И спать Так ребята Во-первых Хочу вам показать Гортензии Которые здесь растут У мамы с бабушкой Ну ту и вообще Конечно Великолепны И гортензии Жаль конечно Что они так близко Друг к другу стоят Наверное Это не очень хорошо Но какая красота Это просто У меня когда бабушка Показала Сейчас я просто вообще Ни на что не обратила Внимание Когда приехала Вот это она Меня конечно Удивил Мы с Алюткой Тут собираемся сидеть Играть Мамочка выставляет Рекламочку Что меня кусает Может какой-то паук По мне ползит Ань Кушает меня и кушает Почешь музыку включу Гуси-гуси Чего Не могу пока Ай Дай лопатку маме Давай Вот так сидим И играем С кукелем Я видела вопрос Типа По поводу того Не дергается ли у меня глаз И как вообще Я себя чувствую Когда Аня сидит В песке И вся пачкается И Ну я же вся такая Типа За чистоту Это мое кредо Вообще норм Вот когда она в песке Сидит играется И пачкается Ну И хорошо Нет Дай 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 меня Потому что я тебе сейчас Делаю красивый кулич Да-да-да Да-да-да Подожди Подожди Сразу ломать Сразу ломать Короче Песочница Это же вообще бомба Мне кажется Так интересно Малышу Да это мне даже интересно Потому что я умею чище играть Все-таки У меня ягодков побольше Могу так как ты Не сяпкаться А все равно Получать удовольствие От игры Дай мне вот ту лопату Которая кругленький Нет Не эту Другую Вон ту Вот эту дай 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 Ту Ту Вот ту дай Вот эту дай Аня Ань Дай вот эту Вот эту дай Дай маме Дай 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 Ора Спасибо Хочу вот эти круглешочки Делать Как будто мороженое Мне кажется У меня такого Делало Дай Круглешочек Я тебе сделала Дай ручку Руку дай Вот так Положи ладошку Дай Свою Дай Руку Не догоняешь Пока Ааааа Мороженое Песочное Мороженое Дай Мороженое Давай руку Дай Оп Оп Круто Ой Так ладно Не отвлекайся Я Что я отвлекаюсь Мне надо Быстрее Всякое Так Сейчас Я займусь Делом Быстро И вам Расскажу Пока Короче Мне норм Если Аня Просто Пачкается Песочки Самое главное Чтобы она его не ела Не сыпала себе Там глаза В уши Все остальное Ради бога Ну что Ты тоже Тут присела Девушка Это молочина Просто Молочина Пусть Едет Так Мы посидели В песке Аня Это Вся Грязная Даже Мама Сачкала Чего Все таки Вот Эхала О Смотри На А это Мне давай А это Мне давай С одной Только Ходи Аня Две Странные Визи машинку Визи машинку Ее Ести Хорошо На легкой Ой Так Молодец Ой Ну да Ешь Бабушку Ой Да Да Ты В другую Сторон Разворачивайся И уезжай От нас Ну давай Давай Ладно Хорошо Я это А ты это Пошли Давай Вот так Ее поставь И визит Давай Визит Вот Зоехали В гараж Опа Опа Мяу 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 О Вот и все Ань Машина уехала Ломалась Ломалась Ах ты Боже мой Ну давай Посмотрим Что можно Сделать Вот и сделаем Сейчас Сделаем Песочек Видишь Какие Попуга Логик Что Ну Подтёп Ань Не пугай Попок Все Хоть Вам запрещать Не пугай Сейчас Лог Пугай Боша ходит С Анюткой Да Анютка Ать Тири Тири Ну тут Грязно Тут Попочки Сидят По кулайке Он не зеленый Пик-пик Не трогай Слышь Слышь Аня Любит всякие Фентифлюшки Поподнимать Красивый Хороший Птичка Хороший Попрыгунчики Смешные А что если клетку открыть Не улетят У меня как будто и камера подчинилась Стелла новую купить Она добрая Мне интересно Ань на влог поснимай Может это и твоя профессия Не знаю Даже хочу На 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 вот это Ань На Бежи Хи-хи-хи Хи-хи Это кто там такая Красавица В мониторе Только ты смотри Куда идешь Ань Ты не близко Снимаешь Не прыгай Хи-хи Ты снова Она к тебе не привыкла Смотри Скажи киси Мяу-мяу-мяу И она с тобой будет разговаривать Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу Шлеп, 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 шлеп. Скажи мяу-мяу. Какие цветочки красивые, да, у бабушки? Сорви цветочек для мамы. Оторвешь цветочек маме? А мне подаришь цветочек? Дай мне цветочек. Дай, дай. Спасибо. Тяде подарила. С чего ты зависла? Она так смешится. Саша там нашла. Купленок маленький. Какая взрослая, уже ходит по дорожке сама. Папу мамой называет. А мама тут шашлык жарит. Я как всегда. Да. Шашлычник со стажем. Да. Большим. А у тебя самый вкусный шашлык. Спасибо. Реально. Не каждый мужчина такой вкусный шашлык жарит. Ну вот поэтому наши мужчины стоят в сторонке, а мама жарит. Ну у тебя, во-первых, конечно, стаж, да. Плюс с душой, конечно, жаришь его. Так что стоим. Вот я пока ехала сюда, рассказывала машине, чем я буду сегодня заниматься. Я буду есть шашлык с картошкой и террином. Мне для полного счастья только не хватает еще этого. Лаваша тонкого и чанах. Если бы у нас кто-то в магазине достал. Я могу съесть. Да тут, наверное, нигде его нет такого вкуса. А сколько времени? Не, время уже много. Колька. Восемь. Где ты сейчас шашлык? Ну только в тарелочке, если там есть, не знаю. Да не, не, Саня, не надо, отдыхай. Осторожно, Аня. Что, у тебя заработало? Да. Как только я новое купила. Жизнь. Такой вкусный. Да ладно. Правда. Темно, что такое холодное. Да. Может, потому что там инъекции, и он, типа, неживой. Что, зайка? Ань, гуси-гуси. Ребята, всем привет. Попрощаюсь с вами, как бомжиха, не накрашенная, но зато с чистой головой, без ресниц. Короче, я сейчас, как раз через минут 20, пойду на реснички, на новое наращивание. И просто вспомнила, что опять не попрощалась с вами. Мы вчера поздно ночью приехали. Ну, не поздно. В 10.30 где-то мы были дома вчера. Вот, я ужасно вчера не выспалась. Просто я в машине засыпала, прикиньте. Но, тем не менее, я приехала когда домой, всё разобрала, помыла голову, посушила. И ещё одну серию даже посмотрела, а выжить в Дубае. Вот, поэтому на это силы у меня нажились. Короче, с вами прощаюсь в этом блоге. Буду сейчас снимать снова влоги про сборы в Грузию. Совсем скоро нам улетать. Прям совсем скоро. Вот. Как раз реснички сейчас сделаю. Но, может, я даже ещё успею сделать коррекцию перед отлётом. Не знаю, что с маникюром делать. Он у меня вообще как бы нормальный. Но, наверное, всё равно перед поездкой сделаю. Много разных мислей. Много работы. Настроение супер. Погода тоже супер. Побежала на реснички. Спасибо, что смотрели этот влог. Всех люблю, целую, обнимаю. Спасибо за вашу активность. Всем пока.